так ну пошли дальше принцип селекции пожили был и так вот это это весной посажен два сеанса место выбрал тепленькое один нормально пошел один подыхает и вы меня спросите а то есть такой же снимок я получил точно такой же листик раз то есть явно подыхает один и второй нормально но там было знаете в чем дело там был один нюанс тот который зеленый а который подыхает него это было приятно спрашиваю почему у него тот-то подыхает а еще опять гадать почва дерево для почвы а это соло и вот здесь так же вдруг бах сколько-то минут соло подыхает ну что я делаю мне проще я не подхожу я не поливаю он мучается от жары страшно почему место такое отбойное климатические осадки есть да есть но есть места более например если бы было вот здесь слева это получилось бы защита от западного солнца и тень и было бы сырее а он на солнце пеке получился а еще солнце лучше отражается от стенки от этой то есть я его приблизил к югу и не просто к югу а к сухому югу километру на пятьсот одному нормально а другой мой же подыхает теперь спросите меня почему подыхает когда там ладно там для хищи это был целый подыхал чужой а тут оба моих и условия то равные условия практически равные и я говорю сам себе я не буду помогать выживет не выживет не выживет значит не судьба мой сад состоит из не из каждой любой вот я имею возможность у меня пальцы гну я имею возможность отбирать то что получше вот вот это та самая идея жалко вот у меня с новой фотографией это мелба она уже ярче все я уже сфотографировал спустя неделю ну пока старая показана уперлась в сливу и не стала дальше падать вторая половина я ее подергал мертвая сидит я думаю сломалась может ему подпорки какие-то сделать во первых ничего разно значит это яблоня привитое на сибирку но сибирка корневой отводок когда корневой отводок он передает им эти качества свои обязательно передает а у него корни слабенькие и иногда случается то что случилось был ураганный ветер и вот он давил 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 дальше упасть она уперлась в сливу а теперь когда я попробовал думал перелом или нет она мертвая сидит я сказал Сергею не подходим так и теперь предстоит расти она не умрет потому что а почему так случилось тот самый случай но я не формирую деревья а у меня бывают такие случаи когда даже без формировки штаб не делал он сам сделался а ветки лезут вверх а у меня же принцип не вмешательства так же раз не вмешательства значит пропадешь ну и пропади у меня еще больше это я как по бандопу забирай говорит все деньги я еще нарисую так и тут упадет я еще нарисую вот примерно так и рассуждаю а опыт ценен тем что если вас показать недель не в жарке он где не сломала но именно мне понравилось чтобы какая-то прививка не сломалась вот она должна была упасть сломаться но уперлась в сливу это говорит о том что близкая посадка в данном случае сыграла чтобы спасти яблони плоды великолепные что это жмелом а так сама выросла уродом подчеркиваю каждый раз дерево которое выращено прививкой оно не имеет штамба прививкой если есть корневая шейка то он ниже прививки так какая раз эта ветка она урод это боковая ветка вот представим себе как получилось что вот здесь и штаб вот ровно растет еще огромное дерево а вот это боковая ветка вот такая ее роль ее так природой заставила вместо того чтобы расти деревом ее давило давило ураганишь и ветер все целое у соседей поломал деревья все целое но это прививка это ветка ветка и она стала снова веткой и жить будет и все потрогал намертво сцепилась землю перелома нет и раны нет а почему так получилось да потому что там внизу корни это не сеянца а это бы не случилось был бы сеянец или сломала бы она жесткая или сломала бы или бы ровно стояла а именно то что это сеянец а у него корень какой маленький центрального корня нет за что держаться упираться нечем может быть это дерево все еще только корней ладно поговорили порассуждали порассуждали